А против Британии против Би-Би-Си. Все обвинения не соответствуют правде. Не было никаких платежей и подпольных разговоров. Я требую опровержения и возмещения ущерба. На главную телерадиокомпанию Туманного Альбиона Порошенко подал в суд, что само по себе уже сенсация, отмечают местные журналисты. Это, по правде говоря, невероятное развитие событий. Впервые иностранный лидер подает иск против Би-Би-Си. Поводом для иска стало расследование репортера Пола Вуда. Автор утверждает, Порошенко заплатил личному адвокату Дональда Трампа 400 тысяч долларов, лишь за то, чтобы состоялась вот эта встреча в Белом доме. 20 июня 2017 года. Порошенко отчаянно пытался встретиться с президентом США Трампом. Согласно моим источникам, он дал указание двум близким советникам организовать подпольный канал связи. И этим каналом оказался личный адвокат Трампа Майкл Коя. Порошенко решил твердо стоять на своей позиции, но мы точно знаем, никто во властных структурах Украины, ни один из украинских политиков не является чистым. И давайте не будем забывать, господин Порошенко олигарх. Кстати, вот копия скандального иска через адвокатов Пётр Алексеевич излагает к журналистам свои претензии. Впрочем, лучше это послушать от первого лица. Эта публикация вызвала у меня серьёзное расстройство и привела к замешательству. Более того, этот материал ставит под удар моё личное достоинство. Тем временем в Киеве только ленивый не обсуждает внешний вид президента. К сожалению, обувь не соответствует дресс-коду. Эти тусовочные туфли и, конечно, этот красный трамповский галстук. Представьте на минуту, какой вышел бы конфуз, если президенты Украины и США были бы женщины. Впрочем, и так понятно, кто кому должен предъявлять претензии. Ну а кто на кого хочет походить, я думаю, тот кому это выгоднее. Ну а кому это выгоднее, я думаю, тут лучше скажут политологи. Я думаю, что Порошенко просто восхищён Трампом, поэтому пытается ему во всём подражать. Хотя, кажется, Петру Алексеевичу стоило бы получше разобраться в своих чувствах. Кто знает, что там у него на уме, но вот ноги блуждающего по штаб-квартире ООН-президента несут его прямиком в комнату главы российской дипломатии. Неужели совпадение? Наверное, с туалетом перепутал. И, конечно, интересно, добавил ли Сергей Лавров к этой шутке своё фирменное... Ну, вы понимаете, о чём это я. Андрей Сурханов, Георгий Каширин, Ярослав Филатов и Антон Пономарёв. Центральное телевидение. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова